Я вкратце поясню основное содержание нашего искового заявления и требований. Мой доверитель ОАБРИС 11 октября 2010 года заключил договор поставки товаров с отличником современной технологии, с отличником 1. Предмет договора – это закупка и поставка товаров согласно спецификации, оговоренный в пункте 1.2 договора, закупочном акте. Все условия по договору со стороны ИСЦА выполнены в том объеме, насколько это было возможно. А именно, перечисленные средства покупателям, то есть ответчикам 1, были направлены на фабрику в Китай тремя траншами. На первой страничке искового заявления они перечислены. И далее был размещен заказ на изготовление требуемого товара. Но отгрузка была произведена, как это следует, и с переписки с фабрикой Путьян-Путьян-Хуани, непосредственно руководителя ответчика 1. И самое главное, что этот товар впоследствии нам удалось обнаружить в отличной сети города Челябинск. На копии чека и на свидетельство о государственной регистрации товара указано наименование именно ООО «Абрис» как импортера в Российскую Федерацию. Из чего следует, что данный товар пересек таможенную границу между Китаем и Российской Федерацией по контрабандным документам. Такого рода правонарушения предусмотрены пунктом 2 статьи 16 и 1 кодекса о демистративных правонарушениях. Оно предусматривает санкции и в целом указывает на факт недобросовестности действий со стороны руководителя ответчика 1. В данном гражданском деле мы обращаемся к способам защиты, которые предусмотрены статьей 12 Гражданского кодекса и статьей 450 Гражданского кодекса. Мы считаем, что контрагентам по договору, нашим ответчикам 1, существенно нарушены обязательства, потому что Гражданский кодекс предполагает добросовестность участия в гражданском обороте, как минимум соблюдение таможенного законодательства в данном случае, предоставление достоверных документов, добросовестность в целом. И поэтому те убытки, которые понес ООО Абрес, связанные с экспертизой рассматриваемого товара в сумме 5000 рублей в Министерской торгово-промышленной палате, он просит отнести на ответчика 1. Кроме того, возникли, несмотря на все зависящие от ИССА действия, направленные на исполнение договора поставки 11.10, дальнейшее исполнение обязательств по этому договору невозможно, в связи с тем, что сам ответчик недобросовестно препятствовал исполнению этого договора. Он не только препятствовал, но также начал угрожать судебным преследованием, уступив требования по договору поставки 11.10 своему партнеру ООО «Перит». Ответчик 2. Мы считаем, что эта уступка требования является просто лишь имитацией добросовестной сделки. Обращаю внимание на следующее. На момент заключения этой сделки с ООО «Перит» ответчику 1 хорошо было известно, что данное требование уже не является действительным, поскольку этим товаром он уже владел. Таким образом, претензия, направленная 12 сентября 2012 года, это приложение 20 к нашему исковому заявлению, является просто и уведомление, предложение номер 21 к исковому заявлению, является лишь только имитацией добросовестных процедур в гражданском обороте. Но, по сути дела, мы полагаем, что ответчик 1 и ответчик 2 только лишь имитировали эту уступку требования. Обращаю внимание, что договор по ставке 11.10 заканчивается 31 декабря 2011 года. Поэтому уступка требований произошла уже после окончания договора по ставке. Кроме того, цена уступки требований тоже вызывает вопросы. Там происходит ссылка на некие другие договорные отношения, нам совершенно неизвестные. Нам никогда не предоставляли копию этого договора. И, наконец, исходя из презумпции разумности, ни одно наше письмо, которое направлено по адресу современных технологий и ООО «Перит», не дошло до адресата. Все письма были возвращены назад, что может указывать на обстоятельства фиктивности действия указанных компаний. Тем не менее, нельзя в этой ситуации говорить, что истец утратил интерес к защите нарушенного права с точки зрения экономики. Потому что мой доверитель работает уже 11 лет на рынке, занимается внешнеэкономической деятельностью и опасается, что завтра возникнет ООО «Перит-2», ООО «Перит-3» и так далее. Если этот вопрос однажды не урегулировать, как следует, не дать надлежащую оценку, то остается вот такая неопределенность. Именно по этой причине истец просит признать договор по ставке номер 1110 от 11 октября между лицом и ответчиком 1, прекращенном как перед ответчиком 1, так и перед ответчиком 2. Также просит изыскать с ответчика 1 убытки и судебные расходы. Следует, что товар все-таки, именно тот товар, о котором идет речь, был отгружен, и отгружен он был ненадлежащему эспартеру. Так, вот это приложение 21, Билл Флэзи, копия, и сейчас наш запрос на фабрику Билл Флэзи. Российской Федерации, и подкрепляет это своими активными действиями. Они использовали наше СГР, свидетельство о государственной регистрации товара, когда декларировали товар на таможенную границу Российской Федерации. Как следует, из Таможенного кодекса, на каждый товар, тем более, когда речь идет о гигиенических товарах, как в данном случае, подгузниках, требуется свидетельство о государственной регистрации товара в целях безопасности. Секундочку, давайте взглянемся к документам, которые мы представили. Эти документы имеются на слева отдела, их получает не от необходимости. В отношении вот этих документов, имеются они в деле или нет? И есть ли перевод этих документов? Эти документы нет, я не уверен, что они есть в деле, уважаемый суд. Мы не настаиваем приобщение. Каким образом, непереведенный документ можно приобщить при деле? Нет, мы не настаиваем, только на обозрение представили. Дело-то в том, что мы предполагали, что сибирская оперативная таможня уж по крайней мере месяца за два проведет все необходимые действия по розыску данного товара, но ошиблись в своих ожиданиях. Мы просто ссылаемся на всю совокупность доказательств, в частности, на свидетельство о государственной регистрации товара, как я уже говорил, а также на положение арбитражного процесса, который освобождает нас от обязанности доказывания того обстоятельства, которое признает другая сторона, ответчик один. Если сторона, ответчик один, ссылается на то же самое свидетельство о государственной регистрации товара, и, как следует из приобщенных копии чека из аптечной сети города Челябинск, именно наше свидетельство было использовано ответчиком один, то это означает, что именно наш товар, вот его таможенная номенклатура, все-таки пересек границу Российской Федерации. Продолжение следует... Продолжение следует...